Друзья, всем привет! Давно не виделись, давно не снимала влоги. Собственно, я с новостями. Этот влог я хочу посвятить важному событию в своей жизни. 8 апреля мой парень позвал меня замуж. Вместе мы были 6 лет, ну и продолжаем быть. Только уже сейчас будем в другом статусе. Свадьбу мы назначили довольно-таки быстро, где-то дня через 2 после предложения. Мы очень хотели пожениться осенью. Ну и, собственно, 9 сентября. То есть завтра у нас свадьба. Но возникла куча, конечно, проблем. В том плане, что как-то я не подумала о том, что во Владивостоке у нас в эти дни проходит ВЭФ, на котором, кстати говоря, я тоже должна была играть. ВЭФ это Восточный экономический форум. Для тех, кто не в курсе, в наш город съезжаются главы разных стран. Владимир Владимирович сам сюда приезжает, прилетает. И, в общем, в городе лютейшая суета по этому поводу. Заняты все машины, заняты все гостиницы. И в связи с этим я пролила, кстати, очень много слез, потому что я просто не знала, что делать. Ну, потому что приезжают там мама, бабушка, надо куда-то разместить родственников. Но просто все гостиницы выкуплены под ВЭФ. У меня просто задавали нервы. Пришлось снять апартаменты. Сейчас проведу вам рум-тур. Вообще, после предложения я думала, делать ли свадьбу. Ну, сейчас модно не организовывать торжество, да, большое. Честно говоря, я думала, что мне тоже не нужна вот эта вот свадьба, прям там, платье. Но, очень многие, мне кажется, сейчас как-то обманывают себя в этом плане. Я не говорю про всех. Вообще, после того, как мне сделали предложение, я долго думала, отмечать ли свадьбу или не отмечать. Металась туда-сюда, просто не знала реально, как поступить лучше. Прежде всего, ну, для себя. То есть, чтобы не жалеть об этом потом. Сейчас модно не праздновать свадьбу так торжественно. Модно просто расписаться, куда-нибудь улететь и так далее. Вот. Долго я думала, в общем, и решила вот прям быть честной с самой собой. Спросить себя, надо ли оно мне. И я поняла, что, наверное, все-таки да. Я хочу платье, я хочу там собрать друзей. В общем, все-таки день рождения, допустим, раз в год. Там любые другие праздники тоже повторяются. Свадьба, ну, надеюсь, один раз в жизни. А даже, ну, я не допускаю такую вероятность, но даже если нет, как бы все равно это очень значимое событие в жизни людей. Деньги, они еще придут к нам. Деньги можно заработать. В общем, я решила, что для меня это важно, и мы будем праздновать свадьбу. Просто, чтобы я потом не жалела. А то, знаете, как сейчас многие тоже любят делать, говорить, что... Да, мы там через год, через два свадьбу отметим. Вот. Но, ребята, сколько у меня есть таких знакомых, никто не отмечал свою свадьбу ни через год, ни через два, ни через 10 лет. Вот. Потому что свадьба есть свадьба. Это один день определенный, когда у вас свадьба. Все остальное, это все годовщина, это уже другое. Вы отмечаете не свадьбу, вы отмечаете годовщину вашей свадьбы. Это абсолютно другой формат, так скажем. Вот. Да и особо никто реально потом ничего не отмечает. Вот. Есть свадьба 9 сентября, и мы ее отметим. Поэтому завтра будет, наверное, тяжелый день. Завтра в 7.30 мне на макияж с прической. В 12.40 у нас регистрация. И в 17.30 у нас банкет. Мы решили в нашу свадьбу не находиться дома. Сняли апартаменты. Плюс у меня приезжают родители. Мы будем жить в одних апартаментах. Ну, в смысле, в разных комнатах, но в одном здании. Room Tour. Основная комната. Вот такая кровать. Такие замечательные картины. Вообще, фишка этого номера заключается в виде. Виде на бухту Золотой Рог. Вот. Выходим мы на балкон. И видим вот такой потрясающий вид. Причем 360 у нас панорама. Также вот такой вот столик имеется. Швейный набор. Чай, кофе. Все как положено. Здесь у нас шкаф. Вот висит костюм Сережи. Вот висит мое платье. Санузел. Весь какой-то такой черный. Total Black. Фен. Дерьмовенький. Ну, чисто отельный. Ну, а сегодня придется мне сушить голову им. Так как выбора особо нет. Так, что тут у нас? Набор для бритья, между прочим. Ну, да, думаю, что тут. Щетки, расчески, да, зубной набор. Что, друзья, доброе утро. День Икс настал. Время 6.50. Я сейчас поеду на прическу и макияж. Спалось сегодня. Кровать, конечно, божественная, но спалось так себе. Потому что, видимо, все-таки есть какой-то мандраж внутри меня. Короче, так обычно спится, когда немножечко мандражит. Вот, и походу внутренние какие-то переживания есть. Хотя, ну, мне кажется, что я не переживаю. Но, видимо, все-таки переживаю, потому что я ночью. Ночью просыпалась. Вот, и так далее. Короче, сейчас буду пытаться вызывать такси. Потому что у нас в Владивостоке с такси какая-то проблема в последнее время. Знакомьтесь, это моя мама. Ты попадешь на YouTube. Что хочешь сказать? Что мама может сказать? Только пожелать счастья своей дочери. Перед началом регистрации, являясь акцентом государства, я прошу еще раз вас подтвердить. Является ли ваше решение вступить в брак искренним, взаимным и свободным? Прошу отдадить вас же миг. У вас, невеста. В знак вашего согласия, я приглашаю вас к столу поставить подписи за миссия, кому вы получите грамотно. Большое брако. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, друзья. Вернулись, вернулись мы домой с апартаментов. Я вот такая вот страшненькая, выхожу к вам. Я не знаю, я не пью, это ни для кого не секрет, но я просто какая-то опухшая. И, короче, я выгляжу так, как будто я бухала всю ночь. Ой, друзья, что я могу сказать? У меня была *** свадьба. She walked away through a jeep pack of cigarettes Hard liquor mixed with a bitter intellect And all the boys, they were saying they were into it Such a pretty face On her pretty necks is driving me crazy But I'm into it But I'm into it I'm kinda into it It's getting lazy I think I'm losing it I think I'm losing it Oh, I think she said I've been your baby Son of your business Good evening Good, good, good How are you? How are you? Евгений How are you? How are you? Гости Все такие *** Как молодожены? Ну, они всегда *** Спасибо Знаете, я убедилась Очередной раз Что я не жалею Вообще О потраченных силах Нервах Деньгах Вообще Просто Ни об одной копейке Потому что Это настолько Вообще Эмоции Мне кажется Этот день мы реально На всю жизнь запомним Очень круто было Вот я Ну, правда Под большим впечатлением От своей свадьбы И от людей Которые были на этой свадьбе Просто все нам Такой сделали праздник Такие классные подарки Ну, понятно Что как бы Больше всего конвертов Но у нас как бы Люди творческие И стихи читали И песни пели Субтитры сделал DimaTorzok Добрый вечер Как вас зовут? Людмила Людмила, очень приятно Мне сказали, что вы сегодня На свадьбе танцуете лучше всех Добрый вечер Добрый Скажите, пожалуйста Как вас зовут? Максим Максим И если останется после свадьбы Немножечко еды Вам салатик с собой положить? Обязательно А тортик? Тоже А может быть еще бутылочку вина? Желательно Купореную А че так можно было, что ли? Добрый вечер Добрый Как вас зовут? Михаил Очень приятно, Михаил Скажите, кто, по вашему мнению Сегодня выпьет больше всех? Витя Добрый вечер Добрый Как вас зовут? Виктор Очень приятно, Виктор Виктор, чего не хватает на свадьбе? Чего? Добрый вечер Посмотрите Посмотрите Человек А это алмазная живопись Человек картину сделал По нашей фотографии Я сама Картины по номерам Люблю осенью раскрашивать Это очень долго У меня куча незаконченных картин Потому что нервы сдают Ну не нервы А времени не хватает на это все Поэтому Мы так это ценим Это вообще Это такие эмоции Поэтому Ой Каждый, конечно, сам решает Отмечать свадьбу или нет Я знаю, что сейчас модно Не отмечать свадьбу Потому что это все Очень затратно По деньгам Но Лично мое мнение Вот столько теплых слов было сказано Столько позитива в этот день прозвучало Молодоженом я прихожусь товарищем С Сережей мы были одно время в байкерском клубе Анна Нашим молодоженом я прихожусь самым безответственным учеником Меня зовут Евгений Я являюсь учеником школы барабанов дважды два Анна Подруга невесты Познакомились мы недавно Наш барабанщик уезжал за границу И предложил ее кандидатуру себе на замену Забирает всегда толпу мужчин Они стоят Все смотрят на нее И можно расслабиться Не привлекать на себя внимание Потому что как бы Я знаю, что все внимание как раз направлено на нее Поэтому Ну, Сергея мне недавно знакома Полгода С Аленой Года два с половиной Сергеем я знаком уже третий год Такое ощущение, что всю жизнь Ну, лет шесть, наверное Я бы сказал, она так очень сильно дополняет Сергея То бишь, Сергей, если он такой большой, хмурый и суровый То Алена, она какая-то более веселая Прекрасно умеет организовывать большие мероприятия, которые делает наша школа Прекрасно управляется она со всем этим народом разномастным Может быть, где-то в глубине души переживает и нервничает Но снаружи это не видно Всегда яркая, всегда заметная Ой, Алена на самом деле не устает удивлять Она такая разноплановая Алена очень прекрасный человек Целеустремленная в профессии Очень добрая, я бы сказал бы Тактичная На уроки ходят разные люди К ней разного статуса, разного возраста И она со всеми находит Общий язык Ну, серьезности, конечно, ей не занимать Самое главное, что могу отметить Это, наверное, ее ответственность Потому что в нашем деле Как бы быть музыкантом и быть ответственным Это очень непросто Вот несмотря на ее возраст Я могу даже сказать, что она может давать советы И тем, кто старше, и тем, кто взрослее Положительная, очень приятная девочка Веселая, жизнерадостная Прикольная Я восхищаюсь теми людьми Которые настолько виртуозно владеют Барабанами, палочками Это вообще какая-то просто фантастика Я просто иногда смотрю какой-нибудь музыкальный клип И там какой-нибудь волосатый барабанщик Думаю, ну вот неэстетично он выглядит Вот Аленочка бы там прекрасно выглядела Мне кажется, что в творчестве они друг друга дополняют А по жизни, наверное, они друг друга уравновешивают Я не скажу, что это антагонисты Но они просто гармонично дополняют друг друга Я думаю, что они противоположности Но у них есть общее увлечение Самое главное, общие моменты, конечно То, что они оба музыканты, оба барабанщики Вот, соответственно, как бы их объединяет Во-первых, инструмент, музыка Во-вторых, бизнес, который они все-таки развиваются Идут вместе Ребята молодцы в том плане, что сколько у них уже общий интерес их Насколько он мог уже давным-давно их поссорить Но они молодцы, они решают все эти проблемы И продолжают этим заниматься Что на фоне этого даже их, наверное, отношения больше крепнут Безусловно, это противоположности Мне кажется, они дополняют друг друга Сергей, он как-то более такой спокойный А Алена так немножко может растормошить Очень-таки сильные общие интересы Ну, на чем их с собой держатся Они, на самом деле, приятные люди И в общении И они как гармонично так, мне кажется, друг друга нашли Прекрасный ворчун Изящная, брутальная барабанщица Сергей, Алена, я вас поздравляю с этим замечательным событием Свадьба — это всего лишь один новый этап в жизни Дальше начинается семейная жизнь И это интересно и тяжело Терпение вам Ребята, я поздравляю вас с днем свадьбы Я желаю вам долгих лет счастливой жизни Любите и уважайте друг друга И обязательно прощайте У вас все получится, люблю вас Хороших людей должно быть больше У вас все получится Алена и Сергей, я поздравляю вас с этим замечательным днем Днем вашей свадьбы Пусть все в жизни складывается замечательно Любите друг друга, помогайте друг другу В общем, любви и счастья вам Просто в вашей школе Вы делаете потрясающее дело Пусть у вас все получится Долгих лет счастливой жизни Я вас сердечно поздравляю В целом вся наша семья Так как вы знакомы со всей моей семьей Мы вас все поздравляем с вашим днем С днем свадьбы Все, что вы хотите вдвоем У вас все получится Не насмотря ни на что Любые цели, которые вы перед собой ставите Они будут достигнуты Ребята, поздравляю с днем свадьбы Все будет хорошо Совет вам до любой Главное пожелать вам Хочется поддерживать друг друга В самые сложные минуты Чтобы вы об этом не забывали Чтобы дополняли всегда друг друга Подменяли Чтобы продолжали так же дружно жить Чтобы вы были такими же мудрыми Как сейчас Как на сегодняшний день И конечно же Чтобы ваше любимое занятие Только укрепляло ваш союз И веселых вам Хороших учеников Трудолюбивых Мы вас любим Ребята Я поздравляю вас с днем свадьбы Пусть у вас все будет хорошо Счастья вам Удачи Нескончаемой любви Ура Ура Мы вместе с 2017 года Шесть лет Больше шести лет А все как в песне Музыка нас связала Произошло все так Я преподаватель барабанов Лене тоже нравится барабаны Она тоже барабанщик И ныне она тоже преподаватель Она пришла просто ко мне на занятия Я написала ему в ВК Что я хочу прийти к нему на урок Короче, он предложил время Я пришла Побоялась идти одна Потому что мужик взрослый Я студентка Я взяла с собой подругу У меня была такая подруга Ну, короче, огонь баба Она вот с него ростом Вот такая, короче И мы пошли с ней на этот урок Он меня сначала не привлек Ну, вот прям с первого дня Я и подумать не могла Что мы там как-то вместе будем Подруга моя сказала Вы по-любому будете вместе Я такая Все, вот это вообще решила Вот Ну и потом Со временем Как бы Отношения начали развиваться Привело все туда, куда привело Наши отношения Начали развиваться Ну, я не знаю Наверное, месяца через Три Четыре Ну, там все так Вяло текущее было Первый год Я бы так сказала Я за ней наблюдал Еще до того, как она ко мне пришла Ну, и потом Когда начали общаться Стало понятно Что у нас очень Ну, схожи взгляды на жизнь Схожи цели И Ну, я понял, что это мой человек Ну, однажды Он позвал меня на свой день рождения Позвал ее Как бы на ужин у нас Мы на тот момент Снимали большую квартиру С друзьями Трехкомнатную Ну, я ее позвал Как бы Собрал друзей Позвал ее На день рождения Вот так вот получилось Ну, и потом начали общаться Как бы более тесно уже Когда мы все втроем Лели спать Вот на той фотке, кстати Видно Он меня вот так обнял Ну, там были, конечно Забавные моменты То, что Она училась Недалеко От квартиры Ну, которую я снимал И там была проблема С душем Она очень Скажем так Чисто плотная Чисто любила Я в один момент Я сказал Приходи ко мне Быться В чем проблема Ну, так и завязалось Общение Ну, вот я так стала В душ бегать Бегать У меня там уже Вещи свои появились У него В квартире Да, через годик Уже, наверное, там Я обжилась Мысли, конечно Вынашивал давно Давно, наверное Пора было это сделать Ну, как-то мы жили вместе Он все устраивал Жили Жили Живем душа в душу Ну, в один момент Просто пошла мысль Что надо выводить На новый уровень И на одном из мероприятий С нашими учениками Совместными Между прочим Она же тоже преподает Теперь Вот Я и сделал предложение Прямо там Мы поехали С учениками Отмечать день рождения Школы нашей Вот И когда уже Все подходило Вот я, честно Не думала вообще Что в этот день Он мне сделает предложение За общим столом Взял бокал вина Все думали И она в том числе Думала Что я сейчас Порезнесу тост А я достал кольцо И сделал предложение Я проводила конкурсы Пошла за каким-то очередным призом На второй этаж Спускаюсь Он там какую-то речь толкает Честно говоря Я вообще не слушала И не поняла вообще О чем он там говорит Я не помню Что он говорил Потому что я вообще не слушала Да, начал издалека Начал У нас Наша школа Называется Дважды два То есть в это достаточно Много смысла заложено В том числе Что мог как бы Барбанчика Две руки, две ноги Да Мы два преподавателя Он с две студии Ну, как-то цифра два Она фигурирует Ну, я так издалека Начал, что дважды два Там два фактора Там два человека Идущих вместе Пришло время Чтобы эти два человека Стали еще ближе Ну, достал кольцо Сделал предложение Ну, она Естественно сказала Да, иначе Наверное, мы бы здесь Не сидели сейчас Я сначала Ничего не сказала Я забыла Я такая Ой, а на какую руку Кольцо надо одевать Он такой Ты что, на правую Я такая Отдаю правую руку Вот Там сидели наши ученики Среди учеников Есть юристы Я не сказала Да Изначально Я просто забыла И кто-то крикнула А она сказала Да И юрист такой Сидит в первом ряду Она совершила Какие-то там действия Короче, он все объяснил И сказал, что Мои действия Что я дала руку И мне на руку Одели кольцо Это уже да Поэтому Ну, я повторила Что все-таки да Что я испытывал Когда делал предложение Ну, скажем так У меня не то Чтобы большой опыт Там публичных выступлений Я скорее бы Ну, переживал за то Что я буду там Какую-то чушь нести Вот именно Ну, из-за скопления людей То, что она откажет Ну, на самом деле У меня не было Таких ощущений То, что Она там прям Будет поражена Тоже на самом деле Мне кажется Ну, она так или иначе Ну, где-то там На подсознательном уровне Ждала этого момента Но С другой стороны Для нее это было неожиданно Именно в этот день Прикольные ощущения были Ну, я не знаю Как объяснить Как бы Вроде бы Ничего не меняется Потому что мы 6 лет Уже вместе А Ну, с другой стороны Что-то Такой Такой вот Ну, щекотать Животик стал Что я в ней люблю Больше всего Да много чего На самом деле Начиная от ее внешности Конечно же Потому что Все-таки встречают Как говорится По оберке Как влюбился в нее Так, собственно говоря И Внешность, естественно Это первое Но, наверное Как-то Принято говорить Не самое главное Наверное За умение Скажем так Мириться с моим Не самым простым характером То есть мы на самом деле Практически не ругаемся За ее целеустремленность За Ее Ну Манеру общения За ее юмор За ее шутки То есть Ну, у нас на самом деле Очень много общего Такого делать Ну, как шестеренки Сходимся Поэтому так вот Чтобы выделить Какое-то там Одно Важное Или самое главное Качество Я не могу Их очень много И они все Как-то друг друга дополняют Я в людях Очень ценю Честность Преданность А в нем Эти качества есть Он очень честный Очень преданный Ну и плюс Плюсом ко всему Идет чувство юмора Очень хорошее Он может меня В любой ситуации Развеселить Когда мне грустно Вот Ну и доброта И самое главное Чтобы человек Был добрый Во всех Ситуациях Что для меня Любовь Ну Для меня На самом деле Это очень важное Как наверное Для многих Понятие И На самом деле У нас даже были Проблемы Наверное Некоторого рода В понимании Точнее В отношении К этому чувству Я очень мало Говорю это слово И мало кому Я его говорил В жизни В принципе Потому что Ну я считаю Что это достаточно Сильное слово Достаточно важное И Ну достаточно Серьезное И Личное Чувство Поэтому Ну сказать По правде Я в своей жизни Очень мало Кому говорил Такие слова И даже В отношениях С Аленой Я это говорил Не даже Сказал ей Не в первые годы Вообще Да Даже так было Но я подтверждал Все Старался подтверждать Все делами И опять же На этом фоне У нас были Такие Скажем так Ну даже Не ссоры А такие ситуации Что она меня Называет Сухарем Что я там Черствый Отсутствует Романтика И все остальное Но зато Я вижу И я понимаю Что я делами Подтверждаю Свои чувства И свое отношение К ней Ну Я не скажу Что для меня Любовь Это там просто Слова Многие вот любят Когда слова Словами вот Разбрасываются Я кстати тоже люблю Но это вообще Тема не про него Изначально Мне было очень грустно Это Осознавать Что Он вообще не говорит Там ничего такого Что там Люблю Куплю И полетели Вот Но он всегда С поступками Доказывал Как бы Был период Когда я просто Наверное год Подряд Лежала в больницах И А это был первый год Наших отношений Мне даже кто-то Сказал Ну Типа Нафиг ты ему такая Нужна больная Ну Как бы Я реально просто С одной больницы В другую Но он после работы Там даже Очень поздно Приходил В каждую Мою больницу Приносил Мне там Вкусняшки Вот Короче Действиями Он всегда доказывал Что Он меня любит Алёнушка Знаешь что Все у нас будет хорошо Знаешь что Я тебя очень люблю Никого Я никогда не любил И так не полюбил Как люблю тебя Серёжа Хочу сказать Спасибо За Все эти годы Наших отношений И я думаю что После Свадьбы Все будет еще лучше У нас все будет круто Я тебя очень люблю Я тебя Ты Я Я Я Я Отдави Что Я 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 Ура Совершилось Совершилось Все Можете Первый кусочек поставить Сиде Хочешь Саживайтесь На свои места Остальной Торт Уважаемый персонал Порежет У каждого Будет возможность Улучшать этот Прекрасно Торт Улучшать Поэтому Вы Серьезный бизнесмен Скажите Наверняка Вы брали С кого-то Пример Всем своим Успехом В бизнесе Я обязан Сергею Я очень долго Наблюдал за ним Изучал его тактику И без сомнения Мой успех Это его заслуга Чего не нужно Делать на свадьбе У Алены И Сергея Чтобы потом Мне было стыдно Тогда лучше Вообще Не ходить Как после свадьбы Да я обожаю Эту девчонку Это крутой водила Как-то раз Еду по трассе За скоростью Примерно 300-350 И тут Мне плавно Подрезает Алена Я даже Ответить Ничего не успел Еле автограф Взял Вы сильно расстроились Что не смогли Попасть на свадьбу Калюни И Сергею Я очень сильно Расстроился Я даже бойцовскую карьеру Почти завершил Из-за этого Но я обещаю Если на свадьбе Кто-то Алену обидит Я его в порошок сотру Кроме Хабиба Как назвать диджея Который поставил песню Которая никому не нравится Как назвать человека Который может по традиции Украсть невесту Что сказать молодоженам Если придешь на свадьбу Без подарка Просто денег нет Вы держите здесь Вам всего доброго Хорошего настроения И здоровья Как мы сегодня Будем отмечать Свадьбу Алены и Сергея Мы шагнем Из настоящего В будущее Отмечать этот Замечательный праздник Мы будем Жестко Днем и ночью В будние дни И в праздники На суше На море И в воздухе До полного Уничтожения Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok